Что же вершит судьбу человечества? Наверное, дисциплина... Ой, блин, ударился. Что же вершит судьбу человечества? Наверное, дисциплина и самоотверженность людей, как по мне. Ладно, к чему это я вообще? Да сам не знаю, если честно. Просто в душ сходил, голову помыл, какие-то умные мысли в голову полезли. Ладно, шутка. Наверное. Что хотел бы сегодня вам сказать. Как прошел день? День прошел гораздо лучше, чем в прошлый раз, когда я записывал видеоролик. Сегодня, наконец-то, мне улыбнулась удача. Рассказываю. Решил я сегодня взять смену, опять, который раз на кассе. Я должен был работать сегодня с 10 утра до 7 вечера. Сегодня взял смену покороче, то бишь 8 часов рабочего. День у меня был, ну, 9, час перерыв. Но меня отпустили сегодня пораньше. Можно сказать, конечно, что повезло, а можно сказать, что просто карма. За прошлый раз. Ну, в общем, как это было? Сидел я на кассе, время час дня. Мне замдиректора, вроде, я не хз, как там они называются, говорит, «Глеб, делать нехуй. Давай, ты сейчас придешь домой». Я просто в протокол впишу, что ты досидел всю смену. И все. Я говорю, конечно, спасибо. И так получилось, что я по итогу просто до 2 дня там просидел. Закрыл там 10 чеков, 20 чеков, не помню. В общем, очень мало. И ушел домой. А деньги мне заплатят как-то за всю смену. В общем, считайте, карма существует. В общем, мне повезло. И я очень сильно этому рад. Не знаю почему, но я сегодня просто пришел буквально домой. И просто час лежал. Ну, около часа, не знаю. Я просто думал о чем-то, о своем, о жизни, о будущем. Да, на самом деле, это такая тема, очень щепетильная, важная, я думаю. Как его не проебать все-таки свое будущее? Надеюсь, не будет такого, что я очнусь лет в 60 и скажу, какой же я дурачок. Всю жизнь проебал. Надеюсь, такого не будет. И надеюсь, у вас тоже такого не будет. Всем желаю добра. Звучал так, как будто я видеоролик заканчиваю. Но нет. Далеко нет. Еще бы хотел поговорить про такой аспект в калистенике, как выход силы. Он же muscle up на английском. Если вы умеете делать выход силы, вы красавчики. Те, кто не умеют, объясню одну фишку. Есть такое упражнение, как подтягивание. И как его правильно делать? Вы должны свести лопатки и тянуть с турником груди. То бишь совершать просто вертикальное движение. Для выхода силы этого недостаточно. И тут даже дело не в том, что сколько вы подтягиваете такой техники. Вы можете хоть 15 раз подтягиваться, хоть 20 и все равно его не сделаете. Вам нужно совершать движение полукругом. Как бы взлетать на турник. Совершать рывок. Многие говорят, что вот рывок это полная хрень. Ты там работаешь чисто на инерцию, мышцы не качаются. Но выход силы это такая вещь, которая от вас требует именно что взрывной энергии. Я бы так это назвал. Собираетесь вы, когда начинаете движение вверх и взлетаете, когда уже залетаете на сам турник. То есть я, наверное, в видеоряд где-нибудь прикреплю, как это должно выглядеть примерно. Я думаю, вы понимаете плюс-минус, о чем я имел в виду. Ну и база, куда же без нее хотя бы 10-15 раз подтягиваться вы должны уметь. В хорошей технике, в правильной, в идеале, чтобы перекладина у вас доходила примерно до КДК. Вот так. Ну и отжиматься от штанги, ой, от штанги, от штанги. От перекладины, либо же от брусьев тоже 10 и более раз. Не помешает. Да, вот как-то так. Как-то так. Сегодня решил тренировку не проводить, потому что вчера задолбался. То есть задолбался я не вчера. Сегодня утром проснулся, у меня мышцы болят, все болят, все болит. Поэтому решил сегодня не проводить какую-то тренировку, а просто чуть-чуть поподтягивался, поотжимался. Потому что завтра опять в зал будут ноги в основном. Выжить бы завтра. Ну вот, а вчера я делал базу, подтягивался, отжимался. Передний виз упражнения делал для его изучения. Горизонт изучал, учил. Ну и стойку на руках тоже учил. Дело подводящее упражнение, потому что ничто из этого в должной мере я не умею делать. Вот. Как-то так. Но все равно это мне где-то заняло вчера часа два, два с половиной. Может быть, тренировка была. С таким кайфом я тренировал, не знаю. Прям очень круто было. И давайте перейдем еще к одной из частей данного видеоролика, а именно манги, аниме, манхвы. Да, я это все люблю, все это читаю, смотрю. Вот сегодня досмотрел аниме, 12-серийное, пока вышел только один сезон. Кайдзю номер восемь. Сто процентов я на него сделаю обзор на своем другом канале. Ютуб канале. Даже как-то стыдно говорить, что я его веду. Ну и стыда в том плане, что я его вообще давно начал вести, еще в двадцатом году. Но я выпустил пять видеороликов, по-моему, или четыре, и забросил, короче, на три года нахрен. И вот, начал его реанимировать, скажем так, опять записывать, потому что плюс-минус. Понял, что хочу, что мне нужно. Уже вышло там два видеоролика, поэтому если хотите посмотреть, то приходите, зацените. Вот. Видеоролики там примерно входят раз в две-три недели. Но они такие, обзорные, чисто, потому что их долго делать. Нужно несколько раз аниме пересматривать. Вот сейчас буду Кайдзю под номером восемь пересматривать второй раз, дабы обзор получился качественный и полноценный. Вот, как-то так. А по поводу манхов и манга, вот одну манху могу выделить, это Ветролом. У меня, кстати, на нее даже обзор был на том же канале, в котором ссылка будет в описании, да? Как же, наверное, задолбал этим. Ну ладно. Вот, по поводу Ветролома. Просто шедевр. Я вам реально говорю, манхва, конечно, со своими косяками, но они все нивелируются на фоне ее плюсов. Рисовка, сюжет, прописаны как персонажи, как она мотивирует тебя на что-то, на действия. Я вообще всем советую просто. После нее, я думаю, многие сделают то, чего раньше боялись по каким-либо иным причинам. Вот. А по поводу манги, наверное, Скала Кен. У меня даже постеры с Китана Кеном есть, они вон там стоят, короче. Я их еще в комнате своей не вешал, потому что не оборудовал еще. Ключки вот эти специально надо купить для постеров. В общем, я думаю, вы понимаете. Когда оборудуют, повешу, обязательно это засниму как-нибудь в видеоролике. Что еще, что еще? А, очень важная информация. Вообще, вначале сказать было бы по-хорошему, но говорю сейчас. Ролики на канале будут выходить реже, начиная с 1 августа, потому что 1 августа, тьфу-тьфу-тьфу, надеюсь, все сложится. У меня будет лазерная коррекция зрения. У меня еще зрение минус 6, мне до всего зачертело. Мне, наконец-то, дали допуск на операцию, и поэтому я уже записался, оплатил. 1 августа у меня будет лазерная коррекция. Очень волнуюсь, суть, страшно, потому что что-то новое, боюсь. Ну, блядь, это логично, что вы боитесь, когда вам будут глаза резать. Вот, но я буду очень рад, когда я ее сделаю, потому что я с плохим зрением с третьего класса, я в линзах хожу еще с начальной школы, и, честно, вы не представляете, я уже не помню, каково это посыпаться и видеть этот мир. Не сквозь зрение минус 6, не так, как будто бы, я не знаю, очертание его, не очертание, а прям четко, ясно, красиво. Когда сделаю, я, наверное, буду самым счастливым человеком в этом мире, правда. Вы не представляете, насколько для меня это важно, насколько я это хочу. Ну да, придется на месяц завязать со спортом, потому что реабилитация месяц будет, вообще месяц без ничего, поэтому видеоролики на канале будут реже выходить. Я, конечно, постараюсь заранее там шорт с видео записать, все дела, но вы сами понимаете, что каждый день, как это сейчас происходит, я шорт с видео не смогу выкладывать. Да, вот как-то так пока. Блин, вообще не знаю, со стороны может показаться, что очень скучно живу, что там, подработка, тренировки, учеба. Суть и все, сейчас пока все, моя жизнь пока на этом только и строится. Вот. Ну, наверное, я думаю, оно может и правильно. Мне нравится на самом деле. Не знаю, как может показаться со стороны. Может скучно, может не скучно, но мне почему-то это вкатывает. Не знаю. Да, может быть, нет какого-то там супер прогресса, по-моему, ютуб-канала я за год буквально набрал, сколько, 500 подписчиков, да. У многих людей там за год они 100 тысяч могут набрать, 20 тысяч. Но я доволен этим результатом. Я все равно каждого из вас ценю, кто подписывается, комментирует, лайки ставит. Просто спасибо вам огромное. Если бы не вы, то спрашиваются, ради кого я это все делаю. Надеюсь, мои шорт с видео вам помогают. Как-то, если вы только начинаете заниматься спортом, вообще понять, что как устроено, вот, тренировки, варианты упражнений. Надеюсь, вам это все помогает. И мой труд, он не напрасен, скажем так. Планирую выходить уже скоро на новый уровень создания шорт с видео. Опять же, после операции, после реабилитации, после всего. Это будет где-то через месяц-полтора. Будут более качественные выходить, более информативные, более какие-то информационные видео шорт с формата. Потому что я начал замечать, что у меня последнее видео... Последнее видео, а? Последнее время шорт с не очень залетает. Может быть, уже как-то алгоритмы Ютуба приелись, мои видеоролики, еще чего-то. Поэтому нужно выходить на новый уровень, скажем так. Потому что, если ты не будешь прогрессировать, ты будешь деградировать. Стагнации не существует в нашей жизни, к сожалению, либо к счастью. Ты либо прогрессируешь, либо деградируешь. Третьего не дано. Вроде бы, все, что я хотел сказать, я вам, в принципе, сказал. Да, как-то так. Ну вот, похоже, на этом все. Если досмотрели до этого момента, то спасибо вам огромное. Реально, респект. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Надеюсь, я как-то смог разнообразить ваш досуг. Может быть, вам поговорить нужно было с кем-то. И вот мы как бы с вами сейчас, может быть, даже поговорили. Или там вы в машине едете, за рулем вам нужно было тоже, опять же, с кем-то побеседовать. Надеюсь, я вам помог, чем мог. Да и самому мне тоже, в принципе, приятно так сидеть. Как будто бы с вами общаюсь, правда. Еще раз спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.